Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Баженит, Омская область. Сейчас я зашел в Саргатский радиоузел. У нас есть своя радиостанция. Я зашел с какой целью? Дать объявление. Я за него заплачу. И задам несколько вопросов радиоведущей. И спрошу о технических характеристиках радиоузла, чтобы иметь представление, будет эффект от моего объявления и от моей рекламы. Что у нас такие? Ничего особенного. Вы у нас блогер, Вячеслав. Ну, не знаю, какой из меня блогер. Ну, прям так, серьезно все. Ну, не настолько серьезно, но это самое. Давайте идти много за временем. Потом вы интернет это все выкидываете. Боже, прямого. Видно, видно? Видно, видно. Меня, по крайней мере, точно не видно. На себя, Валенька, настройте. Ага. Да вы далеко в небе не беспокойтесь. Я могу бы раскрывать, вас не это самое. Можно и шапочку, в принципе, снять. На щенковое объявление нужно дать. Прошлый раз я давал. Из семи щенков, значит, пять осталось здесь оглядки. Я, видите, я занимаюсь собаками. Ну, отношусь к ним бережно. Я хотел, чтобы щенки попали в хорошие руки. Я знаю, вот в прошлый раз из семи один уехал в город, приезжали из города, взяли. Значит, одного один уехал в Колосовку, значит, старожить автопарк. А пять штук, значит, разобрали у нас. Ну, как сказать, собаки не дешевые. И, значит, среднеазиатская овчарка. Овчарка. И, значит, у нас даже наши, не буду называть фамилии, наши предприниматели покупали по две собаки. А остальные, значит, ну, кто-то из любви животных взял. То, что просили внуки, дети. А остальные, значит, чисто... А может, немножко это даже радио сказать о своих собачках? Когда начали им заниматься? Названия? А реклама-реклама? Там объявления объявлением? А вот сейчас немножечко могли бы рассказать нам? Наши радиослушатели? Да, когда... Мне пока еще свое нужно записать. А потом уже... Вы записываете, потом отредактируете. Ну, хорошо, давайте тогда свое пока. А потом... Я сам не смогу, значит, про диктовать. То есть, это текст, как лучше записать, чтобы, значит, было кратко и доходчиво понятно. А в тот раз мы как-то с вами писали, я уже не вспомню, когда это было? Ну, это в прошлом году, это же время. Вот где-то так же, фибрарь смотреть надо. Ну, а если я найду, конечно. Вы, наверное, тоже будете редактировать? Не все же будет? Конечно, конечно, редактируем. Вообще, если честно говоря, вот, соркачане почему-то как-то еще не очень верят в радио, когда уже оно у нас развивается, у нас уже постоянные рекламодатели есть. Вот машинство, слышите ли у нас? Да, конечно. Редатели, лава, изюмок, мегафон. А наши соркачане очень тяжело как-то раскачиваются. Не верят они пока еще в рекламодатели. Вот городские идут быстрее на этот шаг. Вот технические характеристики какие? В каком диапазоне работает, значит, ваша радиоточка? И, значит, какое время? Потому что у меня будут потом спрашивать. У нас сейчас висит в центре баннер. Красивый, яркий, напротив пенсионного фонда. Огромный такой. Там написано в диапазоне 107,5 фм. Вот это маленькую я виситочку вам дам, пока не цветная, пока черная. Вот. Выходим 5 раз в день. Помимо только понедельника. Вот понедельник единственное выходное. У нас тут профилактика идет и все такое. А вторник, среда, четверг, пятница. Вот там написано у нас. Мы выходим с 8 до 9, с 13 до 14, с 16 до 17 и с 21 до 22. Сюда входят новости, объявления, реклама наша, саргатская именно. И передачи саргатские, если я успеваю сделать. Потому что у меня очень много отчетов. На мне все на одну только. Я в Москву. И ведущий, и режиссер, и звук, и оператор. И эдитер, и реклама собирали, и песни, и музыку. Так что если привезете хорошую песню и музыку, я буду рада. В настоящее время я тоже сам. Сам себе режиссер. А в субботу и воскресенье у нас идет как бы трехчасовой. Итоговый подводим мы. Ну, как и на телевидении, в принципе, и по всем каналам все повторяется бесконечно. Ну, тут мы вот за неделю, кто не услышал что-то. С 7 до 10 выходим. А с 14 до 17, с 20 до 23. Так что, в принципе, очень время такое, что можно любому в любое время. Ну, захотел в орбиту посидеть, отдохнуть, пришел человек. Послушайте, хорошо. Сирков я продал. Благодаря вашему родилу. Я параллельно выдавал объявления в газеты. В газету смотрят периферии. И народ, как сказать, менее обеспеченный. В Саркатке востребованность по окраине гораздо выше. Население большое. Территория, значит, старается каждую свою территорию. Кто-то ставит сигнализацию, а кто-то заводится садом. Те, кому я продал счетов, я общаюсь с ними. Вид, увижу, как они выросли. Все здоровы. Потому что... Дом на земле был бы у нас, я бы обязательно взяла бы собачку. Обязательно. Тем более, у нас немецкая Овчарка была в Прибалтике, когда слабо держит. Друзья, передайте привет. Я вам дам ссылку. А сейчас уже Висагинос называется этот город. А раньше Снечкус назывался. Там наши его войска были. Все. Игнаринскую атомную станцию охраняли. И вы погоди там служил как раз. А когда уже все войска у нас... Он не в командировке, но в командировке. Он сейчас в командировке, да? Вот сразу ему привет передайте. Пусть вас посмотрят. Он услышит на севере далеко. Услышит, услышит. Увидит, ему дадите ссылку. Он у нас в живую. Мы переехали вот по Вайберу, кто Вайбер, кто Вибер говорит программу. Вот по Вайберу иногда так общаемся немножко. Очень плохая там абсолютно такая невозможная связь. Так, не могу пока найти. Вот я вот объявление выдавали у меня где-то. Если не найдем, мы сейчас его составим. Правильно? Составим, конечно. Коротко тут так. Сколько? Три раза в неделю выйдет объявление? Выйдет очень много раз. Вот смотрите, сегодня у нас... В этом году у меня мало членков, не так много. Только не принесла. Ну, мы не только... А, на три дня мы сделаем, наверное. У нас три дня 400 рублей. Это не другое. Нормально. Потому что выходим с утра до вечера, и в этом часовом звучит два раза. Это значит, получается 5 на 2, 10 раз в день звучит реклама. Это значит, она прозвучит 30 раз за три дня. Там уже еще выходные давай делать. Прошло месяц. Я уже всех продал, буквально в течение недели. Прошел месяц, значит, люди нам до сих пор звонили, узнавали, а что это как раз. А вы там, давайте расскажите нам, вот, для наших радиослушателей, небольшую передачку сегодня. Давайте сначала мы радуемся. Реклама отдельно, а передачка отдельно о ваших собачках, потому что вы у нас редко бываете во феологии, я так поняла. Мы так стремимся поговорить. К весне ближе может быть. Ну, может быть, что-нибудь такое спросите. Чтобы не запрещусь, я могу сказать. Хорошо. Так, ну, значит, мы заканчиваем по этому? Объявлению. Объявлению пишем. Я запусил, я не могу открыть. Я открылась, я открылась, я открылась, я открылась. Я открылась, я открылась. Продают щенков среднеазиатской овчарки, да? Холобай, ну скобочкой Холобай пишет. Холобай, я правильно пишу? Короче, Холобай. Так, целого не говори. Не говори. Значит, обращаться по телевизору 1750, один звонок, и без поздравлений, практически без стихотворения, позвонили люди и все, за это заплатили огромную сумму. А у нас всего 400. Ну еще не дошло, я не знаю, как ее слушают или... Не знаю, Михаловки сказали, вообще кроме нашего радио никакой не слушают больше. В принципе, многие даже вот уже... Вы же увеличили радиус, значит... Да, тогда у нас даже с большей речи заказывают поздравления. У нас горь, посредина оттябрьская. Да, потому что верхушка. Вот если на 4 метра еще поднимем мегафоновскую антенну, у нас будет слушать еще и голосовка, и дальше туда за большей речи даже. В принципе, у нас еще есть варианты диапазона расширить. Мы не знаю, еще пока не будем. Так, значит, мы так и оставили. Продают Щелков, среднеазиатской Овчарки, да, Алабай. Обращаться по телефону 8 323 675 29 11, да. Либо можно посмотреть на канале Ютуб, на Ютубе канал Баженитый. Ну, давайте. Чтобы человек имел представление о том, что выбирать. в конце 50-х производили геологическую розетку, когда искали нефть. Значит, первые буровые скважины делали на нашей территории. И нашли нефтеносные слои. Значит, больших емкостей нет, а находится, значит, губка, кратитанная нефтью. В настоящее время, значит, разрабатывать ее экономически не будет, потому что севернее есть большая емкость, значит, вот с этой нефтью. И вот эти, значит, скважины законсервированы, значит, до лучших временов. Как только закончится там нефтьюрганский, столько будет нефть, будет переходить к нам. Вот. Видите, какие мы, оказывается, запасы не обладаем. Да. Ну, это... Еще не знаем, был стал бы. Ну, это мы знаем. Вот на Ютуб, как только заходишь, там сразу же, значит, набираешь Баженитый, и там сразу же идет, значит, шахолка, что такое Баженитый, что такое Баженитый, что такое Баженитый свитер. Так, хорошо. Значит... Чтобы человек мог посмотреть, Аля, значит, не ехать сразу, значит, не спрашивать, а посмотреть. Потому что я после этого объявления сделал ролик по собакам, чтобы у меня столько-то щеков, такого-то окраска, такого-то вида. Мальчики, девочки, и чтобы они могли, причем, поехать, выбрать. Хорошо, хорошо. Сразу... Сегодня объявление давайте, а концу недели. Ага. Концу недели. Значит, двадцать первого, да? С двадцать... Двадцать первого, давайте тогда. На выходные как раз идет. Мы здесь выходные очень хорошо слушают. Так, значит, двадцать первого, ноль второго. На выходные как раз там у нас выходные. Таким праздником мужским. Двадцать третьего февраля, кстати, вас поздравляем ранее. Сейчас. Двадцать четвертого сделаем. Хорошо. Четырестого. Четырестого, то есть? Да, да, да. Итак. У нас все строго тут выписано. Да ну извините, это все понятно, что у вас попугались. И вот он, конечно, просто. Ну, именно 20, 4, 0, 24, 19, 20, 20. Так, 14, 20, 20, 20. Отвечайте. Ну. Ну, по крайней мере, есть напоминание вам не показать, что ... Ага, это значит 20, 20, 20. Ага. Так, хорошо. Ну. Это мы, значит, по объявлению поговорили, а теперь можно о собачках поговорить в эфире нашего радио. Как на это вы смотрите, Вячеслав? С удовольствием. Ну вы меня там позвали блогером. А блогер бесплатно не разговаривает. Я вижу вашу реакцию. Я не блогер, я обыкновенный человек рядовой. Мне просто интересно поговорить. Они не брать, они ни в коем случае за это деньги. Ну, будем знать теперь, что у нас блогеры вот такие вот товарищи. Дело в том, что я… Это у вас для себя, наверное, да? Нет, причем. И вот работаете конкретно. И как это? Нет. О собаках, а потом? А, о собаках? А собаку давайте сейчас пока. Ну, можно выключить. Ну, это два часа. Я лишнее уберу. Хорошо. Не, не беспокойтесь. Так. Теперь мы, значит, вот так. Ну, вопрос. Вот. Так. Сейчас я включу. И у нас как бы диалог будет проходить. Значит, давайте сначала, Вячеслав, мы договоримся… Владислав. Владислав, давайте договоримся. Вы у нас впервые на радио. Сначала познакомимся перед радиослушателями. Значит, откуда вы у нас сначала, представьтесь, кем вы у нас работали, где вы сейчас живете, чем вы сейчас занимаетесь. Немножко о себе. Ну, я же второй раз, я же второй раз не прихожу. Это там не было темы, это было там объявлено. А, у нас тема. А сейчас будет передача. Это интервью. Да. Так. Владислав Селезнев. Да. Из Баженово, сельского поселения. Пожалуйста. Немножко о себе. Значит, я житель Царгатского района, живу в Селе Баженово, занимаюсь личным подсобным хозяйством. Значит, у меня… Уже много лет, по-моему. Да, много лет. Значит, у меня животные, но в основном я занимаюсь крупным рогатым скотом. В общем, работаю на земле, содержу животных, значит, от этого получаю прибыль. У меня много лет уже налажен бизнес. И, когда занимаюсь коровами, значит, в определенное время, рано весной или поздно осенью, значит, мне приходится их пасти. Общее стадо еще не организовано, не цель не организовано, снег сошел. Лично подсобным хозяйством, наверное, вы занимаетесь, да? Ну да, с семьей вместе с женой. Дети сейчас выразили, сейчас самостоятельно живут, а так вместе с детьми. И, значит, вот, держу вот этих собак, среднеазиенской овчатки, значит, она у меня выполняет функцию, как охраны дома, двора, значит, животных. И также, значит, выполняет функцию, значит, пастука. Как пастух, значит, вообще исключительная собака. Сколько лет уже примерно вот вы разводите эту породу? Больше десяти лет. Первая собака у меня там прожила 11 лет. Дело в том, что вот эти вот собаки, они как быстро растут, так и быстро приходят, умирают. Живет она 10-11, максимум 12 лет. Потому что собака крупная порода, значит, организм у нее так устроен, что быстро, если она мало двигается, организм получает недостаток. Ну, чуть сердцем начинает плохо работать с вами, если она изнашивается. Да, изнашивается собака для движения. Видно, Владислав, что вы любите собак. А вот первая, как звали ее, которую вы? Ну, у меня была сука. Да, конечно, была сука, но уже. Значит, я потом, значит, ее покрывал и ездил к Вишневским, к Валентине Львовне. Это вот все знают, она высший директор школы. Потом, значит, так случилось, что Валентине Львовна осталась одна, собака большая, значит, ее 10 лет. Ей было тяжело. Значит, мы с ней переговорили, а она, значит, отдала мне, значит, собаку на содержание. Вот так произошло, что, в общем, проследил собаку, укусил клещ. Кобель был очень хороший. И буквально в течение двух-трех дней, значит, возил клет врача, значит, всякое разное лечение. Ничего не смогли сделать. Значит, так, ну, он оставил после себя щенков. Вот они до сих пор у меня ведутся, вот эти вот собаки. Значит, покупал. В общем, вы разводите конкретно, занимаетесь уже этим? Да, ну, как разводить, ну, у меня животные, у меня коровы. А собаку она просто нужна для того, чтобы охранять территорию, для того, чтобы пасти этих коров. Ну, не держать всю там маленькую траву, слойника. Соответственно, ну, собака статусная, для того, чтобы человек, когда приходит, значит, к другому гостю, значит, если он к нему встречает, соответственно, хорошая собака, и нужно иметь представление уже о хозяйстве этой собаки. Тем более, да, подборье дом на земле, это у нас, вот, в многоквартирных домах, какую-то собачку редко кто возьмет. Берут еще и, значит, да. Прямо квартиры, да? Нет, в квартире нет. Я говорю, потому что дом на земле, да, в основном. В прошлом полете, то есть, из семи щенков, пять остались сорганки. Вот, прекрасно. Да. И даже благодаря вот этому объявлению народа? Да, благодаря объявлениям. Прошло уже месяц, в общем, давно не было, и народ приходил, значит, звонил, спрашивал, и остались ли щенки, значит, договаривались, что в следующий раз. Я просто не запомнил всех, кто об этом не спрашивал. Ну, это не главное. Услышат, пусть сразу же… Главное, что сейчас у нас тоже ждут вот, чтобы попасть в теплую семью, хорошего при этом хозяина найти. Да, да, да. Сколько щенков сейчас у вас офисов? Четыре щенка. Четыре щенка. Четыре щенка. Ну, ничего страшного. Люди уже будут знать, куда обращаться. Уже через год они могут позвонить, да, наверное. Ну, породистые собаки, эти были вот такие, значит, крупные, они не приносят много щенков. Они приносят, ну, это редкий случай, когда бывает, значит, с десять. А так вот они шесть, семь, четыре, четыре, она принесла, это тоже хорошо. У нас, в принципе, вот крупные, крупные собаки, кто занимается ими? По-моему, Валерий Супрун, вот такого, знаете, Владислав, да? Или Кавказец, по-моему, Кавказец был. Средний азиатов, по сравнению, много. И все, кто держит средний азиатов, значит, люди не беды. Не беду от достанка. Я могу перечислить, конечно, фамилию, но... Не надо. А вот на выставке вы... Ну, у меня, конечно, собаки, значит, клеймены, с паспортом, значит, постоянно их убит в раще, приходят, приварят, либо ввожу. Но я не занимаюсь специально этим, чтобы возить на выставку. Ну, какие еще увлечения у вас, Владислав? Вот я слышала, археологией вы немножко занимаетесь. Я знаю, что сейчас мы маленько в сторону отойдем, но неизвестно, когда мы еще встретимся. Редко он отмывает, надо писать. Вот это телефон, это ваш сотовый, да? Ну, это телефон моей жены, а... Ну, ладно, потом... Потому что я буду работать, где вы на улице находите, я могу просто телефон услышать и нельзя. Ну, все, хорошо. Так, ну, все тогда. В то время... Ну, ничего, зато от души с удовольствием поговорили и прямо интересно было. Ну, ладно, уважаемые зрители, я сейчас закончу наш репортаж. Кому понравилось, ставьте лайки, можете подписаться, спрашивайте, если что. Ладно, пока. Пока.